здравствуйте друзья в эфире очередной выпуск новостей зарубежной недвижимости от приан мы не встречались две недели я был в командировке на кипре но о своих впечатлениях расскажу в следующий раз тем более что главная новость этого выпуска все равно кипрская кроме этого интересный мировой рейтинг и несколько слов о гражданстве египта и так парламент кипра проголосовал за изменение правил начисления льготной ставки ндс тема не праздная напомню что на кипре ставка это очень высока 19 процентов однако если вы покупали свое первое жилье на острове и планировали жить в нем сами можно было получить существенную льготу и фактическая ставка налога составляла 5 процентов теперь же закон изменился льготу можно будет по-прежнему получить но на относительно недорогие объекты и с ограничениями по метражу только первые 130 квадратных метров любой недвижимостью стоимости до 350 тысяч получают льготную ставку и введен максимум квадратуры и максимум стоимости то есть максимальная разрешенная площадь недвижимости будет составлять 190 квадратных метров максимально разрешенная стоимость 475 тысяч евро с чем вызваны эти изменения в основном конечно же это связано с прессингом со стороны евросоюза который считает что кипр неправильно использовал директиву ес для снижения ставки ндс изначально сниженная ставка предполагалась как помощь малообеспеченным семьям но на кипре эта ставка использовалась или эта сниженная ставка использовалась для всей недвижимости включая люксовую недвижимость и конечно же большое внимание к этому вопросу привлекла вся история с так называемыми золотыми паспортами когда даже инвестиции в размере двух миллионов и выше получали сниженную ставку ндс и так еще раз в будущем льготный ндс можно применить к первым ста тридцати квадратным метрам жилья и первым трём ста пятидесяти тысяч евро стоимости объекта эта сумма и этот метраж могут попасть под льготы и то если общая стоимость объекта не превышает четыреста семьдесят пять тысяч евро а общая площадь застройки сто девяносто квадратов правило действует и для частых домов и для квартир что хорошо будет переходный период что это означает что все проекты на которые уже выдано разрешение на планирование или на которые будет подана заявка на планирование в течение четырех месяцев после вступления в силу этого закона будут распространяться старые правила то есть все проекты которые сейчас находятся на рынке будут рассматриваться по старым правилам если вы планируете покупать дом который будет строиться и планироваться под вас у вас есть четыре месяца для того чтобы принять решение и подать заявку на разрешение на планирование если мы говорим о долгосрочной перспективе то конечно же эти изменения более негативные потому как они сокращают объем недвижимости на которую может быть использована сниженная ставка и соответственно стоимость недвижимости увеличивается однозначно эта ставка не сможет распространяться на недвижимость класса люкс что теоретически может привести к снижению спроса на этот тип недвижимости точно также теоретически может наступить снижение спроса на новую недвижимость так как напомню на вторичную недвижимость ндс не распространяется что ж действительно в моменте ничего драматического не случилось но со временем проектов которые можно будет купить с пониженной ставкой естественно будет все меньше и конечно за премиальные объекты а среди вариантов под пмж таких на кипре много ндс придется оплатить по полной большинство рейтингов публикуемых крупными международными агентствами скорее интересны чем полезны в том смысле что преслируют они зачастую маркетинговые цели и важны для глобальных компаний с их глобальными запросами но вот опубликованный в начале июня отчет компании мерсер дает нужную информацию любому гражданину во всяком случае любому рассматривающему возможность переезда в мерсер оценили стоимость жизнью в 227 городах мира причем не только в странах экономических лидерах подсчитали на самом деле все расходы на жилье и одежду транспорт и развлечения даже в относительных параметрах данные согласитесь весьма интересны и так возглавляет список экономические гиганты юго-восточной азии в первой десятке 4 города швейцарии тут же нью-йорк а рядом тель-авив все понятно из любопытного относительно высокие места китайских мегаполисов пекина и шанхая сразу за десяткой популярный у нас дубай 18 ереван относительно высоко 141 я говорю высоко потому что например кипрский лимассол только 165 примерно на одном уровне софии 171 белград еще чуть ниже по соседству и тбилиси и минск крупные турецкие города еще ниже спасибо девальвации лиры стамбул 185 анкара вообще 221 также внизу заметные релокационные центры средней азии 208 алма-ата 218 ташкент 224 бишкек последние места у крупнейших городов пакистана но это вариант уже не для нас общий же вывод и прогнозы в общем традиционные конфликт на украине и последствия к вида заставляющие страны принимать агрессивные экономические решения могут привести к росту безработицы и замедлению роста доходов одновременно инфляция хоть и не будет столь же заметный как в прошлом году все равно окажется выше условно нормальный заключение анонс египетские власти активно взяли за продвижение своей программы гражданство формально действующую уже три года в ней есть четыре инвестиционные опции в том числе покупка недвижимости в авторизованном государством проекте на сумму от 300 тысяч долларов или например депозит в локальном банке на полмиллиона долларов правда без возможности получать проценты от вклада есть возможность оплачивать инвестиции в рассрочку срок рассмотрения заявок до девяти месяцев есть возможность сохранить свое первоначальное гражданство в общем очень много всего есть а говорить об этом мы будем на вебинаре прям с экспертами компании apex capital partner вебинар состоится вечером 21 июня регистрация по ссылке в описании к нашему видео на этом прощаюсь если понравилось не забывайте ставить лайки всем мира и безопасности и до встречи через неделю